Здравствуйте! Это программа о здоровье. Мы снова будем говорить с вами о том, как сохранить здоровье, как предупредить серьезные заболевания. Ведь жизнь дается человеку один раз, а шанс вернуть здоровье есть всегда. Я рад дышать полноценной жизнью стал. Лечение фактически составило два месяца, но тем не менее вы сейчас видите результат. Пациент себя прекрасно чувствует, и он спокойно может подняться на четвертый этаж. В походе, на дачном участке, на пляже и даже у себя дома везде мы можем получить травму. Синяки, ушибы, переломы. Чем опасны летние травмы? Как уменьшить риск и что делать, если избежать неприятностей не вышло? В травмпунктах врачи никогда не сидят без дела, но все же, по их наблюдениям, летние травмы отличаются от зимних. Конечно, сезонный характер травм присутствует в нашей профессии, но имеется в виду, что круглый год одинаковое количество пациентов? Нет, конечно. Зимний сезон – это, естественно, большинство все. Переломы, переломы, серьезные ушибы, гематомы. Летний сезон, ну, чаще встречаются раны, раны, незначительные переломы, легкие ушибы, а чаще бывают ожоги тела. Важно помнить, что все эти раны – рваные, колотые, садовые – как правило, нуждаются в экстренной обработке и вакцинации в травмпункте. Самый распространенный механизм получения травм в летнее время – это падение. Падение на асфальт, так называемая асфальтная болезнь, скальпированные, осадненные раны, инфицированные рамки, остаются части асфальта, грязи подкожной, ранние невозможно их всегда очистить. Постарайтесь промыть рану чистой водой, затем нанесите на повреждённое место перекись водорода или другой антисептик, чтобы уничтожить бактерии. Как в детстве, коленочку осаднили, зелёнкой помазали, и всё пройдёт. Если не будет, конечно, осложнений воспаления, гнойных инфекций, тогда нужно повторно обратиться уже в поликлинику по месту жительства к хирургу. Обычно никакой опасности для жизни и здоровья ссадины не представляют, но есть ситуации, когда к врачу обратиться необходимо. При которых присутствует диастаз краёв, то есть края раны расходятся и виднеется подкожно-жировая клетчатка, мышечная оболочка, элифации. Это обязательно обращение в травпункт, или если нет травпункта рядом, то фельдшерский пункт, к хирургу, в поликлинику. Другая распространённая категория летних пациентов – это садоводы. Включают в себя бабушек, которые пальчики ломают, ударяются, ранятся, когда в какую-то железку, в земле копаются, об какую-то железку колнулись или на гвоздик наступили. Всё это обязательно требует вакцинации против столбняка, так как столбняк достаточно серьёзная инфекция, одна из самых тяжёлых, часто со смертельным исходом, и с этим медлить не стоит. Если какие-то есть колотые ранения, нужно вакцинироваться. Ещё одна актуальная проблема – закрытый перелом основной фаланги мизинца. Летом этот палец особенно уязвим. В травпункте при обращении пациента с подозрением на перелом пятого пальчика – это рентген, рентгенография подтверждается и с переломом. Обычно мы стараемся не гипсовать такие незначительные травмы, потому что достаточно сильно гипсомобилизация ограничивает трудоспособность. Можно сделать альтернативное – это пластная стачка, пластырная иммобилизация трёх пальчиков вместе, один снаружи, один сбоку или один снаружи, два сбоку, и ограничение нагрузки. Но пациент должен от этого осознавать, то есть, что нагружать ему ножку не придётся в течение одного месяца, пока перелом не срастётся. Ну и обязательно повторный приём для контрольного осмотра и рентгенографии. Но лидирует в списке летних проблем по-прежнему укусы клещей. Напоминаем, что в этом случае обратиться в травмпункт нужно обязательно. Ну и если пациент знает, как это делать, ты хотя бы делал раз один, то он может уже сам смело всю уже старшую жизнь вытаскивать. Если он не знает, как это делать, лучше обратиться в травмпункт. То есть достаточно легко повредить, как говорят пациенты, носик этого насекомого, и он останется там. На самом деле ничего страшного, если останется там часть клеща. То есть всё, что клещ вводит, как и инфекции, вирусы и бактерии, он вводит первые же секунды, как только попадает в кровоток и воносит. То есть если жало, если остаётся там внутри часть клеща, то, конечно, неприятно ощущение, что в те кусочки клеща, но это никак не повлияет на дальнейший исход заболевания. Этот вид вмешательств решает серьёзные задачи, не прибегая к большой хирургии, то есть максимально щадящим способом. Высокая эффективность, быстрая реабилитация, улучшение качества жизни – всё это преимущество эндоскопического стентирования. Специалисты Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины открыли второе дыхание жителей Копейска, проведя стентирование трахеи. О том, как прошла операция и почему при проблемах с дыханием нужно обращаться к врачу в нашем следующем сюжете. Сергея Пашкова прооперировали по поводу рака лёгких в 2009 году, но тяжёлая операция далась нелегко. Почти месяц он провёл на искусственной вентиляции лёгких, и просвет трахеи стал неумолимо сужаться. Онкологическое заболевание в данный момент у него ремиссия, то есть мы не видим прогрессирования или каких-то других изменений по поводу онкологии. Однако в 2017 году у него начала развиваться клиника дыхательной недостаточности на фоне рубцово-сужения трахеи. То есть, проще говоря, трахея начала в области трахеостомы зарастать и сужаться потихоньку. Из-за этого у пациента начала нарастать отдышка. Когда просвет трахеи сузился до 3 мм, мужчина стал задыхаться даже в состоянии покоя. Чтобы восстановить проходимость трахеи, врачи использовали метод сцентирования с помощью эндоскопического оборудования и обеспечили доступ воздуха в лёгкие. Я даже сам удивился, как можно в это место завести такую металлическую сетку. Ну, как бы вам объяснить. Она представляет из себя... Вот все же открывали шампанское. Что держит пробку шампанского? Это проволока, которую мы открываем. Вот этот стенд представляет, ну, если так сравнивать, грубо говоря, представляет такую проволоку, которая устанавливается туда и расширяет трахею. Стенд в области стеноза, стенд мы благополучно его поставили. Пациента через некоторое время выписался, и всё, клиника дыхательной недостаточности нивелировалась. Он смог спокойно передвигаться, спокойно перемещаться. Конечно же, стентирование трахеи не проходит так гладко. Всё-таки у пациента обострились все хронические заболевания, связанные с бронхолёгочной системой. Долго, длительно лечился и наблюдался у пульмонолога. Лечение фактически составило два месяца. Но, тем не менее, вы сейчас видите результат. Пациент себя прекрасно чувствует, и он спокойно может подняться на четвёртый этаж. Такие эндоскопические вмешательства, щадяще малоинвазивные, не наносят операционные травмы, легче переносятся и не требуют большого периода реабилитации для пациентов. В отделении эндоскопии они поставлены на поток. Но зачастую пациенты не знают о таких современных возможностях и терпят до последнего, что очень опасно. Ведь часто на фоне хронической гипоксии, то есть кислородного голодания, начинает развиваться сердечная недостаточность. Сергею после стентирования всего за два месяца удалось справиться со всеми осложнениями, которые вызвало сужение трахеи. Ну вообще, как небо и земля. Я рад дышать, полноценной жизнью стал жить. Я вообще пройти больше 50 метров не смог, не мог. А сейчас я могу и сумку нести, и спокойно как бы идти. И в общем, я хочу выразить большую благодарность. Ещё одна манипуляция, и специалисты онкоцентра удалили пациенту, ставшей уже ненужным, стенд. Остеопороз называют молчаливой эпидемией нашего века. И недаром. Этим заболеванием, по официальным данным, страдает каждая вторая женщина и каждый пятый мужчина старше 50 лет. Какие исследования нужно пройти, чтобы узнать, насколько прочны или, напротив, хрупки ваши кости? Почему важно не переборщить с приёмом препаратов кальция? И, наконец, как лечить остеопороз? Остеопороз буквально переводится с латинского как «пуристая кость». Это прогрессирующее системное заболевание, которое касается буквально каждой косточки. Остеопороз опасен тем, что приводит к повышенному риску переломов при самых обыденных нагрузках. Дело в том, что в наших костях содержится множество минеральных веществ, в частности кальций и фосфор, которые придают им твёрдость и плотность. При остеопорозе содержание этих элементов во всех костях скелета уменьшается за счёт их вымывания из костной ткани. Кроме того, заболевания долгое время протекают бессимптомно. Как правило, диагноз остеопороз ставится уже тогда, когда изменения в костной ткани достаточно выражены. Полями данное заболевание в костях практически не сопровождается. Что мы можем видеть? Это уменьшение роста на 2 см за последние 5 лет или на 4 см по сравнению с ростом в 25 лет. И деформации позвоночника – это, наверное, то, на что надо обратить внимание. И уже второй признак – это переломы, которые могут быть без какой-то значительной физической нагрузки. И если появляются в таких… Особенно часто бывают позвоночники. Если появляется дискомфорт, боли, тогда надо делать рентгеновские снимки позвоночника и выявлять вот эти нарушения. Женский пол, возраст 60+, наследственная предрасположенность – всё это факторы риска развития остеопороза. На обменные процессы в костной ткани, на её прочность влияют многие гормоны, особенно эстрогены, женские половые гормоны. А с возрастом у женщин постепенно снижается выработка этих гормонов и ослабляется влияние на белковый обмен, кость становится менее прочной и повышается риск переломов. То есть это как бы у мужчин, хочу сказать, что раньше считалось, что меньше риск развития остеопороза, но у них тоже происходит с течением возраста постепенное снижение уровня тестостерона основного мужского полового гормона на 1% в год. И у них этот процесс развития остеопороза немножко позже возникает, но тем не менее тоже возникает, поэтому и у мужчин тоже надо своевременно и профилактику проводить, и лечить, тоже выявлять остеопороз. Сахарный диабет и заболевания щитовидной железы также являются факторами риска. А ещё недостаток кальция и витамина D в рационе, низкая масса тела, дефицит движения, вредные привычки. Повышенный риск падений, скажем, это пациенты с плохим зрением, пациенты с какой-то неврологической патологией, в которых координация движений нарушается. Это наши пациенты с диабетом, у которых тоже могут быть и гипогликемии, да, и боли в ногах, то есть нарушения походки. Теперь наличие, назовём такой фактор, как наличие родственников, да, в анамнезе, то есть у которых были переломы, был остеопороз. Приём ряда медикаментов обязательно отметим. Среди них такая группа серьёзная, как глюкокортикоиды, да, то есть это вот пациенты с бронхиальной астмой, это гематологические пациенты с системными заболеваниями, с ревматоидным артритом. К нам направляют пациентов и врачи-акушеры-гинекологи, и эндокринологи, и педиатры, и врачи-терапевты, врачи-травматологи. И комплексность диагностики вот этого состояния заключается в том, что существуют лабораторные методы исследования, определения уровня гормонов, которые отвечают за синтез, за обменные процессы в костной ткани, и рентгеновская диагностика. Основной способ определить плотность костей – остеоденцитометрия. Пациент укладывается на рабочий стол аппарата, включается движущая часть, которая сканирует, проходит над пациентом, и скан обрабатывается уже компьютерной программой этого аппарата, скажем так, да, и выдаётся такой, это как бы относительно такая цифра, относительно его популяции, то есть его роста, веса и пола. Ну и как бы вот это отклонение, оно трактуется уже, скажем, врачами-рентгенологами. До минус 0,9 у нас считается норма, минус 1 и дальше в минус до минус 2,4 – это остеопения, и больше минус 2,5 в минус дальше туда – это остеопороз. Надо всегда проводить обследование, да, чтобы подтвердить, вот на самом деле есть остеопороз или нет, и первоначальный этап – есть остеопения, то есть просто ослабление, да, строение кости или нет. И тогда уже, если мы подтверждаем, что у пациента есть остеопороз, либо, допустим, имеется остеопения в сочетании с каким-то другим заболеванием, то здесь уже врач-эндокринолог либо ревматолог, но чаще всего занимающиеся, да, лечением остеопороза должны назначить лечение уже непосредственно, да, остеопороза. В день нам надо примерно 1200-1500 мг кальция и 800 мг витамина D. При этом помните, что бесконтрольный прием кальциевых препаратов вызывает изменения стенокартерий и повышает риск развития инфаркта миокарда. Поэтому желательно получать кальций все-таки из пищи. Лидеры по содержанию кальция – сыры твердых сортов и кунжут, а также молоко, творог, брокколи, цветная капуста, вяленая рыба, сельдерей. А вот алкогольный и кофеин, задержащие напитки, лучше ограничить. И, конечно, важная составляющая профилактики остеопороза – это физическая активность. При движении улучшается циркуляция крови и строительный материал для костей доставляется в должном количестве. Сорные растения вредят не только сельскому хозяйству, но и аллергикам, потому что являются третьим видом сезонных аллергенов. Аллергия на полынь отличается большой вероятностью развития перекрёстных реакций, а также разнообразием симптомов. Что же делать, если у вас аллергия на полынь? Пыльца полыни очень лёгкая и летучая. При благоприятных условиях она может разноситься ветром на десятки километров. Однако незалётная пыльца является главной проблемой, ведь даже в больших городах полынь растёт чуть ли не в каждом дворе. Аллергические реакции возникают в первую очередь благодаря вдыханию пыльцы полыни. Отсюда и главное проявление заболевания – аллергический ренит. По своим симптомам он отличается от вирусного. При вирусном рените, соответственно, при обычном ОРЗ, что происходит? То есть происходит повышение температуры, температуры тела, озноб, появляется изложенность носа, продачная отделяемая. И очень часто есть контакт с каким-то другим носителем вирусной инфекции. При аллергическом рените такого контакта, конечно же, нет. Симптомы пыльцевой аллергии нередко напоминают симптомы простудного заболевания. И зачастую так и трактуются. Но протекают, как правило, без повышения температуры. Заложенный нос, насмерк, многократное чихание – яркие признаки аллергического ренита. Что же делать? Сначала нужно разобраться, аллергический это ренит или нет. Или всё-таки это ренит инфекционной природы. Самое обычное, банальное следствие ОРЗ. Если всё-таки это аллергический ренит. Чем можно пациенту, в первую очередь, помочь? Значит, основной симптом аллергического ренита – это затрудненное носовое дыхание и прозрачное отделяемое износа. Значит, соответственно, необходимо применение медикаментозных средств, которые сложность носа убирают. Но вообще лечение аллергического ренита – это, прежде всего, лечение комплексное. Совместно с аллергологом. Значит, в данном случае аллерголог, собственно говоря, он назначает лечение, а лор-врач осуществляет контроль. Антигистаминные лекарства показаны при всех формах аллергии. Очень важно начать лечение этими лекарствами как можно раньше, так как они не только устранят уже появившиеся симптомы, но и предотвратят развитие новых проявлений. Причём принимать антигистаминные препараты необходимо весь сезон цветения растений, вызывающих поленос. Также важно соблюдать диету и исключить так называемые перекрёстные аллергены, то есть продукты, которые содержат вещества, сходные с аллергенами полыни. Мало кто знает, что впервые слово кондиционер было произнесено ещё в 1815 году. Именно тогда француз Жан Шабанес получил британский патент на метод кондиционирования воздуха и регулирования температуры в жилищах и других зданиях. Вот только практического воплощения идей пришлось ждать очень долго. Так что же такое кондиционер? Благо или вред для здоровья? Разберёмся вместе с нашим экспертом. Ещё немного истории. Первые оконные кондиционеры, далёкие потомки которых успешно работают и в наши дни, появились в 1931 году, когда был изобретён безопасный для человеческого организма хладагент Фреон. И сейчас жизнь без этого изобретения просто невозможно представить. И это не дань моде. Многие фирмы на собственном опыте убедились в том, что при отклонении основных параметров микроклимата от оптимальных значений сотрудники преждевременно устают. В их поведении появляется раздражительность и нежелание работать. Хладельцы авто также активно пользуются кондиционером. Так что же такое кондиционер? Благо или зло? Конечно, благо. Кому приятно в жаркую, душную погоду сидеть в раскалённой машине и вдыхать раскалённый воздух? Так включил кондиционер под прохладным воздухом посидишь. Но надо не забывать о другой стороне медали. Кондиционер – это фильтр. Разок он прогрелся, он сосал в себя какие-то бактерии, он сосал в себя какие-то микробы. Вы проехали в машине, поставили машину на солнышко и ушли на несколько часов или несколько дней. И все эти бактерии прекрасно начинают размножаться. И в результате, как только вы сели опять в раскалённую машину, включая кондиционер, вы получаете выхлоп болезненкурных бактерий прямо себе в лицо. Вы их вдохнули, и очень часто начинаются какие-либо респираторные заболевания. Это один момент. Следующий момент – жаркий, распаренный, вы садитесь в автомобиль, опять же включаете кондиционер, направляете себе в лицо, себе на шею, и через какой-то промежуток времени у вас начинает болеть шея, начинает стрелять рука, плечо, между лопаток. Вышло локальное переотваждение, как следствие, спазм мышцы. Боль. Мышца может болеть очень сильно. Меофасциальный синдром или постоянный мышечный спазм. Варианты его проявления. На теле заметно, не шучу, что это в дискомфорт, да более сравнение, но просто с переломом. Мышца может болеть очень сильно, еще раз повторюсь. Поэтому будьте все-таки аккуратнее. В первую очередь, не надо сразу прыгать в машину. Вы включили кондиционер, открыли окна. Дайте ему хотя бы две минуты подработать просто так, холостую. Во-первых, выплеск всех этих бактерий пройдет не на вас, во-вторых, кондиционер хоть немножко наберет какой-то холод. Второй момент. Сели в машину, поехали. Ну, отправьте вы его так, чтобы поток холода шел отраженно. Не переохлаждайте вы себя напрямую. Вам же будет потом гораздо более комфортно. Более того, все правила пользования кондиционером к автомобилистам относятся вдвойне. Ведь они находятся в небольшом замкнутом пространстве и садятся за руль не по одному разу в день. В первую очередь, ну, конечно, нужно убирать ромирующий фактор. Это раз. Во-вторых, идеально помогает тепло. Это не гнойное воспаление. Эту боль можно и нужно греть. Поэтому грелочку, солевую, да хоть кусок золота нагрейте и приложите его к себе. То есть внешний источник тепла. Это два. Не проходит, все-таки обратитесь к врачу. Потому что, ну, не дай бог, у вас что-то более серьезное, сейчас скажем, просто локальное переохлаждение мышц при меофасстральном сыгром. И врач уже подберет вам терапию. Или медикамент. Или какую-либо физиолечение. Или укалывание. Массаж. В экстренных случаях, когда сильная боль, прекрасно помогает блокадам. То есть если врач, к которому вы обратились, владеет этой методикой, прекрасно. Боль снимается практически на игле. И может уже, в принципе, никогда больше не вернуться. Главное – подобрать правильную точку воздействия. В арсенале врачей целый комплекс спасительных мер. И блокады, чтобы снять боль, и рефлексотерапия, и массаж, гимнастика, различные виды растяжек. Но главное правило все-таки профилактика. Тогда кондиционер будет только непременным атрибутом комфорта. Как похудеть, привести себя в форму и оздоровить организм без особых усилий? С помощью скандинавской ходьбы. Одного из самых эффективных и доступных видов физической активности. Как освоить технику Nordic Walking? Сколько нужно заниматься? Как правильно выбрать палки? Если человек может ходить, он совершенно точно может ходить и с палками. Поэтому скандинавская ходьба подходит практически всем без исключений. Её благоприятный эффект оценят люди с остеохондрозом, артрозом, артритом и шимической болезнью сердца, заболеваниями лёгких, ожирением и сахарным диабетом второго типа. Использование палок позволяет снизить ударную нагрузку на голена, стоп, колени, позвоночник почти в три раза. Поэтому скандинавская ходьба подойдёт даже тем, кому заболевания суставов не позволяют заниматься спортом. По влечению в работу верхней части тела задействуют 90% мышц. Именно поэтому за одну тренировку сжигается на 46% калорий больше, чем при беге трусцой. Кроме того, отмечается и положительное влияние занятий скандинавской ходьбы на настроение и самочувствие в целом. Укрепляется иммунная система, снижается давление, исправляется осанка, улучшается сон. Но, чтобы занятия пошли на пользу, важно правильно подобрать палки. Для серьёзных систематических занятий инструкторы советуют выбирать монолитные. Рассчитать необходимую длину палок просто. Достаточно свой рост в сантиметрах умножить на 0,68. Теперь самое главное – техника шагов. Взяли палочки в руки, не опускаем их на землю, и пошли противошагом. Что такое противошаг? Правая рука и левая нога впереди, и наоборот. Это первый шаг. Второй шаг – бросаем палочки. Техника волочения. Палочка соприкасается с землёй под 45 градусов. С пятки на носок идём, макушка тянется вверх. Следующий шаг – начинаем потихоньку отталкиваться. Где именно палочка соприкасается с землёй? И четвёртый шаг, самый важный – начинаем отталкиваться изо всех сил, вес тела переносится на палки. В среднем рекомендуется отводить на занятия 45-60 минут в день, несколько раз в неделю, ориентируясь на собственные ощущения и поставленные цели. И не забывайте о короткой разминке перед тем, как начать полезную прогулку. Руки на пояс. Перекат из пяточки на носок. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Руки в стороны. Сжимаем, разжимаем кулаки на очень быстрый счёт. Поехали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Следующее упражнение. Руки согнуты в кулачках. Кулачки четыре раза вперёд, четыре раза назад. Поехали. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три, четыре. Закончили. Следующее упражнение. Локтевые суставы. Четыре раза вперёд, четыре раза назад. Поехали. Раз, два, три, четыре. Назад. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение. Ручки на поясе, плечики на месте, вращение тазом. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили. Следующее упражнение называется локоть колена. Приготовились, начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Закончили, сменили пару. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три. Закончили. На сегодня это все. Пишите нам письма, задавайте вопросы. И темы, которые вас интересуют, не стесняйтесь. Берегите себя и помните, что жизнь и здоровье зависят в первую очередь от вас самих. Не переключайтесь. Оставайтесь на ОТВ. Телефон для рекламодателей 263-1102. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова